Как бы готовились к этой игре, знаете, чем она хороша, это тем, что не давит результат, нет, вот что бы то ни стало, что надо выиграть и заработать очки, и вот где-то в таких случаях легче футболистам раскрыться, легче играть. И я перед игрой пошутил, что у нас единственный шанс очень быстро попасть в Лигу Европы, это через Кубок, дойти до полуфинала. Ну а на примере львовских Карпат, я сказал ребятам, что был случай, когда в 69-м году команда, которая там создавалась во Львове, вышла со второй лиги первую, вот, и походу выиграли Кубок СССР, обиграли Ростов в Москве. Вот, я говорю, и дошли, я говорю, поэтому тут как бы сейчас просто надо играть и стараться реализовывать те моменты, которые у нас возникают. Ну и получается, если по игре, то попросил не дать металисту играть, но вязать ему свою игру, для того, чтобы мы понимали, что если мы их чуть-чуть где-то дадим возможность им контролировать мяч и стараться играть в футбол, потом мы будем долго за ними бегать, его отбирать. И решили с первых минут сразу же прессинговать, накрывать на аутах, на их половине поля, не давать им выйти, потому что понимали, что у нас могут возникнуть проблемы. Ну и в принципе в первом тайме было около 6-7 голевых моментов, которых половина, я думаю, можно было реализовывать и как бы уже в первом тайме решить исход матча. Ну, получилось, так как получилось, в принципе, хорошо. Сказать, что нам сегодня повезло, я думаю, нет, мы действительно заслужили на победу, мы играли лучше. Хотя понимали, что металлист, как бы там ни было, это ребята, которые играют в премьер-лиге индивидуально, мастерство у них где-то чуть-чуть на сегодняшний день повыше нашего. Ну, хотя по сегодняшней игре можно сказать, что в принципе мы не уступали, в некоторых моментах даже были сильнее. Бывают такие случаи, когда команда слабее, из низших лиг обыграют команду премьер-лиги, ну, это команда. А у нас пока только она собралась два месяца назад, и еще надо работать и работать, чтобы без этого коллектива получилась такая сплоченная команда с хорошим взаимопониманием, и поэтому нам вдвойне было тяжелее, но вроде справились. И как бы хочу поблагодарить наших «Ультрас», футбольных болельщиков, которые пришли сегодня и в свою игру поддерживали команду. И будем надеяться, что они, эти болельщики, которые сегодня были, что они будут приходить в таком же количестве на игры чемпионата. Я думаю, что будут, потому что сейчас общался, пока шел сюда, и людям понравилась игра. Не только то, что выиграли, а плюс практически 95 минут мы играли. Интересные были моменты и с нашей стороны, и со стороны металлиста, и людям не приходилось скучать. Команды играли открыто, никто не отсиживался в обороне, поэтому я думаю, что болельщикам понравилось. Выиграли первый комплекс немало ценностей перед командой «Премьер-лиги». Если бы вы его постарались убрать? Ну, разговаривали и я, и Бугай, и Горобец, Александр. Говорили, что мы тоже играли в «Премьер-лиги». И знаем, что на футбольном поле все равно и понятно, что там есть Барселона, есть еще некоторые команды, которые сильнее всех. А практически остальные, ну, где-то чуть-чуть там по уровню индивидуального мастерства, может быть, есть такие футболисты, которые... Ну, если команда одна, один коллектив, одна семья, и они друг за друга бьются, вы видите, результат как бы приходит. Я же говорю, я пока не хочу сказать, что у нас есть там очень сильная команда, настроится, я думаю, она будет, и надо просто чуть-чуть времени, ну, нереально просто за два месяца сделать команду, которая уже сразу всех начнет обыгрывать и займет там первое место. Ну, перед игрой сегодня повторюсь там и Бугай разговаривал с ребятами, и Горобец, и как бы на «Премьере» там своем или в команд, где мы были, говорили, что надо играть, выходить и доказывать себе, болельщикам и другим там футбольным специалистам, тренерам, командам, что мы не самые худшие, мы можем выигрывать и хорошо играть. А финансовое положение дел в команде на сегодняшний день какого? В принципе, нормальное. Зарплату получают? Да, да. Сейчас уже последние четыре месяца как бы задержек по зарплатам нету. Когда «Кантор» пришел в команду, у нас, я не могу сказать, что у нас там хорошие условия, но они неплохие, и вы знаете, когда стабильно, даже если это немного, ребята знают, что придет первое число и они получат зарплату, то совсем другая обстановка в коллективе, и они знают, на что они рассчитывают, знают, что им надо, чтобы зарабатывать больше, выигрывать, это будут еще премии какие-то дополнительные. То есть премии существуют в команде? Да, премии есть. Ну вот сейчас «Кантор» пришел в смс-ку, его сейчас не было, он где-то по работе находится в другой стране, и прислал смс-ку, сказал, что сегодня будет премия на 50% увеличена. Он, видно, смотрел игру, поэтому понравился, написал, молодцы, хотя он постоянно, постоянно ему что-то не нравится. Ну, вроде бы нормально. Вы такой оптимист, как мы, в принципе, все, когда видим вас, все равно, когда вы начинаете строить, вы всегда строите как-то досконально, очень хорошо делаете, а потом в один момент этот теремочек, которые вы строите, резко рушатся, потому что происходит какие-то непонятки. Как вы думаете, вот, в очередной у вас приход к команде, все вроде начинается нормально, все хорошо, кирпичик за кирпичиком команда строится, как мы уже видим, сегодня было показать, не будет, как было раньше. Будем надеяться. Если человек скажет, что он нафиг, такой нафиг. У нас такой город большой, я считаю, полумиллионный, который заслуживает на команду, как минимум, лидера первой лиги или команды там, срединки, премьер-лиги. Он всегда заслуживал, всегда находились люди. И постоянно кто-то находится, когда-то человек, который влазит каким-то образом в команду, и потом начинаются проблемы. Ну, скажу вам честно, что я просто уже не сделаю все, чтобы это не допустить. Я просто мог это сделать и в прошлый раз, но я тихонечко ушел и промолчал, и как бы это все закончилось. В следующий раз я уже молчать не буду, потому что, ну, вы видели, сколько сегодня было людей. И не имеет права один, два, три человека испортить это все и лишить людей этой радости. Мы еще три месяца назад могли остаться без команды вообще. Вот, поэтому тут, я думаю, должно быть когда-нибудь у нас нормально, правильно? Выходят разные города, и где-то становится у них лучше. Появляются вторые команды в городах, как в Полтаве, как в Тернополе. А у нас получается одна, и с ней мы не можем справиться. Мы будем надеяться, что подошло наше время, когда команда у нас будет, будет хорошая, будем стараться выигрывать, радовать болельщику. И вопрос, не знаю, это неизвестно. Потому что пока что все жизнится только на финансировании одного человека среди Кантера. Что-то будет с тем же заводом, что-то и все опять может ракнуть. Мы вместе... Нужно вам подтягивать еще спонсор, нужно подтягивать еще кого-то. Мы вместе, мы не судим на месте, мы ищем, мы общаемся с разными людьми. И в Киеве, я недавно общался у нас, когда-то играл Валера Кудрюк, у него есть друг, у которого хороший бизнес. Он хочет его подтягивать сюда. Мы не сидим, мы постоянно кого-то ищем, спрашиваем, уговариваем. Я думаю, понятно, что Кантеру будет тяжело. Но надо, когда будет результат, когда команда будет играть, я думаю, что люди подтянутся, которые смогут и захотят помочь финансово. Не хотят помогать, когда некому. И они так и говорят, а за что платить, если они не играют? Тут самое главное, мы должны своей игрой, а уже руководство клуба, там, есть Кантер, есть Пилибас, они ищут, я думаю, кого-то найдут еще, чтобы нам было чуть полегче. Через четыре дня матча в Кайкове уже с тобой команда Гелиасом. После ТВФЕ не тяжело будет наставить команду на этот поединок? Ну, будет тяжело, но, видите, пока нам удается настраивать футболистов, все игры, которые мы сыграли, даже те, которые проиграли, никто не мог футболистам сказать, что они отбывали номер или просто стояли на футбольном поле. Они старались, но не повезло где-то. Не забили, пропустили гол с рикошета, с Полтавы пропустили гол от своего защитника. Я думаю, что ребята выйдут и будут стараться. Будет тяжело, понятно, что переезд большой, маленький перерыв на отдых и Харьков все-таки среди лидеров может это начало, а может и действительно среди лидеров будут. Ну, будем ехать, играть, стараться. Как футбол. Да. Это футбол, сегодня можно обыграть металлиста, завтра проиграть какому-нибудь маленькому населенному пункту. Потому что хлопцам хватило сил после этой игры на гейерос. Выклалиста. Дуже сильно выклалиста. Сейчас будем думать, как их восстановить. Это очень важно. Насколько тяжелых уреждений у Саркисиана когда он будет? У Саркисиана микронадрыв переднее мисце бедра. Эта мисца очень быстро заживает. Она самая большая. Я думаю, что это будет ненадолго. Но в Харькове играть точно не будет. Это, наверное, скорее всего, к домашней игре. Там еще и Муховиков подойдет в нормальном состоянии. Чтобы было кого выпустить на замену. Потому что мы сегодня планировали атаковать. Начали делать замены. Вышел маленький Витенко. А тут мы начали обороняться. Потому что забили гол. И чуть-чуть как бы не в тему. Ну, Малой бегал, старался что-то как-то. Ну, ему надо тогда быстрый футболист. И ему надо забрасывать в эти зоны, чтобы он бежал. А мы, получается, начали обороняться. И не вовремя Момат. Пришлось по ходу перестраивать, исправлять ошибки. У нас повышение травмы? Ну, что-то не сказал колено. А что-то может просто помнадеяться, что это несерьезно. Потому что уже пятая игра. Где-то уже пойдут травмы, которых желательно избежать. Но никуда от них не денется. То есть вам закрывается уже, так сказать, время, когда нужно будет кого-то заявлять. Ну, вроде бы, опорный бодозащитник нашелся, как бы, или есть кандидат. А как делать с забивным нападающим? Тут повесть. Или уже у нас есть забивный нападающий? Ну, на одного надеяться, как бы, я бы такой, чтобы играл вообще двумя нападающими. Мне больше нравится такая игра. Мы будем исходить из того, что у нас есть. И, помните, раньше Барков выходил на замену, забивал постоянно. Ну, сейчас дорос до того момента, что выходит в составе и, в принципе, как бы, все требования выполняет. Нападающий я сегодня уже общался, есть опытный. и, если его отпустят, он пока не играет. Нападающий с премьер-лиги у него идут суды, судебные разбирательства с футбольным клубом. И тут надо ему решиться или отказаться от долгов и приехать в Николаев, или продолжать судебные разбирательства и не играть до Нового года, как минимум. Нападающий неплохой. Будем надеяться, что он нам поможет, если договоримся. А если поступают предложения по Берко, с премьер-лигой? У Берко у нас в ромнии контракт, кстати? У нас на всех, у всех на год. Ну, его можно продлить, как я делал тогда, мы зимой продлили контракты с Галенковым, Чернием, Ковалевым, Чучманом, но с теми, кого я видел, что их зовут, там, Берко рассматривали Карпаты, там, и других тоже. До зимы не за выписать. До зимы не, а зимой, если что, чуть увеличим зарплату, если будет увеличивать, и продлим еще на год. Сегодня увеличилось, вы что, серьезно? Хотелось бы, чтобы футболисты от нас уходили, если уходил кто-то один, например, там, всех сразу отпускать, нельзя, если один уходит, чтобы клуб получил такую компенсацию, чтобы он потом хотя бы полгода, год жил за счет этих денег. И при таком порядке, как сейчас у Кантора, там ни одна копейка, она просто не растворится. Как ни крути, там настолько все серьезно, через бухгалтерию, через ведомость, через, ну, просто там подмотать что-то, ни у кого не получит. Португальские клубы часто так получат. Одного продали, команда живет, на его место подготовили другого. А у нас, только где-то кто-то заиграл, у него контракт закончился, он ушел. И ноги. Да, и ноги. Вот как 100-рубленцев, сейчас забивает, а мы за него даже и бутылки коньяка не получили. Ну, ты говоришь, ничего, что ты можешь ловить на этой команде, потому что Берко сегодня за счет индивидуального мастерства сделал игру. Товарищ Абритин. А не цель Берко? Нет, за счет штрафных Берко сделал реализацию. Я о чем вы говорили. а тебе, да, дает тебе право на переговоры или на поиски горков именно хозяин, сегодняшний хозяин? Там возможно. Ну, он пока, он пока практически не отказывает. Ну, мы берем бесплатных, это первое. Второе, мы, вот этот футболист, он находится сейчас за футболом, а ему надо засветиться. Вот у него есть возможность приехать к Николаеву, показать себя и зимой получить приглашение или вернуться в тот же клуб премьер-лиги. Или, ну, чтобы заиграть. Еще можно, могут многие футболисты приезжать не только за счет денег, а за счет того, чтобы засветиться, показать себя. Я знаю, что там вчера мне звонили с канала футбола, они просили видео сегодняшней нашей игры, завтра будут показывать в новостях. И сказали, что это будут они практиковать после каждой игры чемпионат. На всем интересно, как бы, и я думаю, тем же футболистам тоже интересно больше их покажут в новостях, кто-то увидит те же клубы, которые у нас. Ну, тут надо так делать, чтобы и было и клубу хорошо, и футболисту, чтобы не только футболист ушел и никто ничего. Ну, я думаю, довольно интересный вопрос. А долги у клуба сейчас, на сегодняшний день, есть по самому сезону перед теми футболистами, которые уходили недовольные? По весне, я знаю, долгов нет, Кантер со всеми рассчитался, кто ушел и кто нужен, кто не нужен. Там все закрыли. По старым долгам, они закрываются по ПФЛ, долгов нет, штрафы недавно выплатили. Ну, как бы, он потихонечку исправляет. Было бы очень легко, если бы не было долгов, мы просто быстрее бы развивались. А так мы за старые грехи расплачиваемся сейчас.